Всем еще раз привет! С вами Ольга Чернова. Сегодня также 27 августа. И я вот пока здесь сею сидераты, я как раз расскажу вам сейчас об этом сибирском замечательном сорте томата Рубиновый кубок. А то я сейчас их оборву и потом он уже будет некрасивый. Это очень продуктивный сибирский сорт. Смотрите какие... Ой, сейчас вам прочитаю, потом покажу. Вот он, наш рубиновый кубок. Он вырастает вот точно такой же, как на картинке. Сейчас я вам прочитаю. Тут у меня, как всегда, семена. Я взяла просто для образца, для пачки. А-а-а, блин! Очки забыл. Новый достойный среднеродний сорт сибирской селекции для открытого грунта и пленочных укрытий. Куст высотой 90-100 см детерминантного типа. Это очень удобно. Он не вырастает высокий, так же, как любимый праздник. Плоды достаточно крупные, массой 180-300 грамм. Очень красивые, малосеменные, плотные, тяжелые, красного цвета. Форма плодов вытянута, бочонка видная, слегка ребристая. Высокие вкусовые засолочные качества томатов заслуживают самой высокой оценки. К достоинствам сорта относятся также его высокая урожайность. 5 кг с одного растения, не с метра, а с растения. В сочетании с детерминантом типом куста. При высадке на 1 квадратный метр размещают 3-5 растений. Это очень хороший, красивый сорт сибирский. Но то, что он сибирский, это уже даже мне не нужно говорить, что он выносливый. Может вырасти в любом холодном регионе. Первые, но тут вот, к сожалению, на этих, на остальных кустах первых-то кистей уже нету. Но вот первые кисти вот такие вот огромные плоды, тяжелые, красивые. Видите они какие? Они такой формы необычной, вытянутой. Он Кенигсберг, не Кенигсберг, но похож на Кенигсберг, но более толстый. Вот тот немножко вытянутый и такой туповатый. Вот эти вот кубки, ими увешан весь куст. Ой, сейчас. Конечно, на вторых, на третьих, вот первых-то здесь уже нет кистей, они чуть такие, ну как поменьше размером. Потом они еще более будут мелкие, и вот такие дальше плоды, как перцевидные. И вот это я считаю хорошим достоинством, что внизу вот эти салатовые для еды, именно вот когда первые кисти созревают, хочется покушать, а потом выше. Они уже вот так делаются мельче, и более такая изящная форма перцевидная, такие, которые можно засолить. Вот в засолку идут. Видите, они какие вытянутые с носиков, они уже на своих вот, на собратьев с первых кистей не очень похожи. Но я опять же скажу, что это тот самый сорт, который у меня и все палочки обламывает, все эти. Ну вот, сейчас посмотрите, вот и на третьих кистях попадаются вот такие большие. Ну тут, конечно, преимущественно осталось вторая, третья, четвертая кисти. Но вообще, если посмотреть вот так общий обзор, то он очень так часто-часто у него кисточки идут. Томаты, конечно, мне вот нравятся такие именно какие-то, не круглые классические такие, а вот какие-то вот перцевидные, вытянутые. Вот это вот, как написано, бочонковидный. Сорт очень урожайный, очень красивый и для еды, и для засолки. Все, это был краткий видеообзор. По ходу работы познакомились еще с одним томатом сибирским. Рубиновый кубок, очень урожайный. И нетребовательный, неприхотливый. Невысокий, детерминатный, один метр. И весь этот метр будет у вас в плодах. Все. Спасибо. Продолжение следует...